Нашему герою всего 19 лет, но он уже публиковался в таких изданиях, как «Сноп и Медуза» и даже был главным редактором сам издата «Батенька Давыд Трансформер». Не каждый взрослый журналист может таким похвастаться. Сегодня мы решили встретиться с ним и поговорить. Привет, Петя. Привет. Ну, давай начнем. Почему ты решил поступать на журфак? Я всегда хотел связать свою жизнь с тем, чтобы что-то писать. Я подумал, ну, поэтому же в 21 веке быть глупо, по крайней мере, денег не заработаешь. Я же все-таки, ну, мужик, должен семью там кормить туда-сюда. Плюс я, ну, мне было далеко не безразлично то, что происходит вокруг меня. То есть я там интересовался всегда политикой. В 8 классе обсуждали с одноклассниками, простите, Болотную площадь, там фальсификации на выборы в Госдуму. У нас там были какие-то политические дебаты. Мне было интересно многое из того, что нормальному человеку не должно быть интересно. В прошлом году ты стал победителем в номинации «Региональная тема» в премии «Профессия журналист». Твой материал «Маленький советский союз» заинтересовал многих читателей. То есть расскажи, почему ты взял такую именно серьезную тему, чтобы писать про детей-мигрантов? Тут надо сказать, что это не только мой текст. Это даже по большей части текст Риты Логиновой из «Тайги-инфо», выпускницы НГУ тоже. Почему такая тема? Мы с ней сидели в редакции, какие-то новости были по поводу того, что там МВД задержало сколько-то мигрантов, сколько-то там провело столько-то рейдов. Мы подумали, а дети мигрантов, они как живут? То есть понятно, что человек, который приехал из Узбекистана в 30 с лишним лет, в 40 лет, его уже не переделать. Но с ним приезжают дети или рождаются. Как они адаптируются к российской реальности и кто этим занимается? Недавно ты стал главным редактором журнала «Университетская жизнь». Скажи, планируешь ли ты что-то изменить внутри издания? Ну, во-первых, изменится визуальная часть издания. Скоро выйдет новый выпуск, и вы увидите там шик, блеск, треск просто. То, что Уж выходит тематическими выпусками, это не изменится. Ну и пока главная моя задача – это собрать новую редакцию, потому что ребята из старой редакции выпустились, и нужна команда. Давай тогда теперь поговорим про сам издат «Батенька 2 Трансформер». Какое-то время ты был там главным редактором. Расскажи, каково это – ощущать на себе роль главного редактора? Ощущать роль на себе главного редактора Ужа мне гораздо проще, чем главного редактора «Батенька 2 Трансформер», потому что, ну, там ко всему прочему накладывается сомнение, что ты вообще можешь управлять такими крутыми авторами, которые туда пишут. В самом издате был переходный период, его должен был кто-то куда-то в какую-то гавань этот корабль, не скажу, что тонущий, привезти. У тебя очень много публикаций и различных достижений. Скажи, тебе не жмет корона? Ну, сейчас у меня период короны, потому что, вот, коллеги выиграл, там, еще неделю он будет продолжаться. В этот момент не хочется работать, не хочется ничего делать совершенно. Ты такой просто почуваешь на лавах. Потом выходит какой-нибудь текст твоего коллеги, ты смотришь, какой он крутой, и думаешь, а я что? А я все, что ли? Я не все. Я не отстал от жизни, вот, и не застопорился на этой штуке. Надо дальше работать. Мне кажется, универсальный секрет для всех. Вот тут он есть, у кого есть корона. Просто не выпадать из жизни, смотреть, что делают другие, и пытаться сделать круче. Не потому что надо самоутвердиться, а потому что это рецепт того, как не заглохнуть вот в этом вот успехе. А есть ли у тебя твой именно личный секрет успеха? Успех? Что такое успех? Вот я хочу тебе вопрос. Что такое успех? Я не знаю, что такое успех. Вообще успешный человек это такое клише, которое у меня вызывает отвращение. Мне кажется, такие лощеные люди из Инстаграма, у которых волосы воском зализаны, и они такие... Нет, у меня не воском. Зализаны, и они такие вот все... У меня красивая еда, я там на яхте катаюсь, а вы все черные. Ну, это не успех. Наверное, успех-то, когда ты чувствуешь, что ты занимаешься своим делом, и когда есть какое-то признание того, что ты вот не просто так тут. Ну, то есть твоя работа нравится кому-то, кроме тебя и твоей мамы. А в профессии ты хочешь остаться именно? Пока да, пока да. Но я не исключаю, что мне это надоест, и пойду по миру искать что-нибудь. Да, тяжело, с каждым годом становится все тяжелее, рынок сужается, издания какие-то закрываются, оказывается давление на СМИ. Но это все равно не повод уходить из профессии. Это повод показывать, что... Ну, короче, все равно мы победим. Повод показывать, что можно делать хорошо, даже в таких условиях, и не бояться. Это тоже главное, важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!